Всем привет, меня зовут Софья и ты на моем канале. Сегодня я хочу тебе показать одежду, которую я буду носить весной. Некоторые вещи уже будут повторяться, так как я их показывала в других видео, но все-таки новые вещи преобладают больше в этом видео, чем уже которые я показывала, но все-таки я считаю, что их тоже нужно показать, ведь носить я их буду. Так что вот, давайте перейдем к началу видео, но перед этим пожалуйста подпишитесь на мой инстаграм, ведь уже на этой неделе я буду проводить там очень крутой конкурс и каждый может получить супер приз, будет три победителя, все условия напишу уже непосредственно в самом инстаграме, так что вот ссылка в описании, обязательно кликай и подписывайся, и не забудь подписаться на мой канал и поставить пальчик вверх. Ну а теперь к видео. Давайте начнем с верхней одежды, это вот такая вот, для начала, огромная зеленая куртка-одеяло, она очень мягкая, очень приятная и очень огромная, это покупала ее в концепт-клабе и стоила она 3000 рублей, это была акция на нее и какая она крутая и теплая, я ее очень сильно люблю, ношу ее зимой, думаю весной, особенно питерской весной, я ее тоже обязательно буду носить, так что вот такая хорошая, там еще была в розовом цвете, но все-таки в зеленом мне понравилась и больше любовь, потому что она очень легкая. Следующая, это вот такая вот шапка, она очень красивая, металлическая и здесь с таким помпончиком, этот помпончик, помпончик кстати отстегивается, его можно заменить на какой-то другой, она безумно теплая и покупала ее в одном из шоу-рума в Питере, так что вот я ее буду и зимой носить, думаю весной тоже, особенно круто вот с этой зеленой курткой сочетается, мне она очень нравится. Помню, там еще была в золотом цвете, но в серебряном, мне кажется, выглядит покрасивее. Следующая, это обувь, это я купила вот такие вот балеточки в H&M, они бархатные и розовые, они мне очень понравились, потому что я заказала платье и думаю будет очень круто сочетаться это платье, которое я заказала, я уверена вы его увидите в одном из моих следующих видео и с этими палетками купила их в H&M за 350 рублей, их начальная цена 1000. Я давно ходила, смотрела, там очень много скидок было, но что-то именно в этот момент мы зашли с мамой, я их увидела и думаю, все, они мне нужны, весной я их точно буду носить. Обувью это все, теперь перейдем к платьям, у меня два платья, два абсолютно разных платья, одно вот такое вот очень красивое в клеточку, здесь с таким красивым кружем, я его тоже показывала еще в своих каких-то луках, по-моему, зимних, что ли, и оно не короткое, оно идет ниже колена даже, оно мне очень нравится, особенно если одеть какой-то ремешок сюда, покупала его в Love Republic за 2800, по-моему, точнее мы с мамой его выбрали, и оно появилось у меня в шкафон, он мне очень нравится, его можно как в школу одеть, так и на какое-то мероприятие, например, день рождения. А следующее платье, вообще другое, это леопардовое платье из H&M, я бы никогда не подумала, что мне будет нравиться леопардовый принт, но когда я увидела это платье, я в него влюбилась, я подумала, вот, я должна его померить, я на него ходила, смотрела так и думаю, нет, какое леопардовое платье, но потом я подумала, что это будет круто, я его померила в H&M за 500 рублей, оно висело, но сейчас знаю, там на скидках, распродажах, если где-то еще остались, они стоят вообще 250, то есть еще 50%, и оно здесь вот так собирается, и его тоже можно каким-то ремешком одеть, будет очень круто, и оно идет прям так по талии, оно у меня в размере 32. Дальше давайте перейдем к джинсам, первое это вот такие вот очень красивые голубые джинсы, я их тоже показывала в каких-то из своих видео, купила их в H&M за 1000 рублей, и они то есть идут не зауженные, а вот такие вот, и мне это очень нравится, очень нравится, и здесь еще, как это называется, короче, они так ободраны, можно сказать, снизу, так что вот, и у них очень красивый голубой цвет, именно этим цветом они меня и привлекли. Ну а следующее, это идут вот такие вот штаны из мохито, они белые, здесь сбоку кармашки, тут кармашки, еще замочки снизу, но мне эти замочки не очень нравятся, поэтому я просто подвернула эти штаны, и купила я их в фамилии, многие знают, наверное, есть такой магазин, у кого-то в городе точно, я просто с подружкой, то чисто случайно зашла, не знаю даже зачем, просто по приколу, и мы с ней то, что там увидели, было супер. Эти штаны я мерила в мохито в начале, по-моему, этого лета, нет, этой осени, наверное, точно, и подумала, было бы круто их купить, но они там стоили 2 800, и как-то я подумала, 2 800 со штаны, но нет, и ушла оттуда. Но потом я проходила просто мимо фамилии, мы туда зашли, и увидела я их там, то есть они, конечно, 36 размера, мой 32-34, но все-таки с ремнем одеть они очень круто и стильно смотрятся, и думаю, я их обязательно буду носить весной, особенно сейчас уже будет потеплее, потому что они не очень плотные. И перейдем уже ко всяким блузкам и рубашкам. Первая это вот такая вот блузочка, которая сейчас на мне, я ее тоже показывала в своем видео покупки на распродажах, она очень красивая, я купила ее в H&M за 350 рублей, у нее очень красивые рукава еще, и вообще она мне очень сильно понравилась. Следующая это вот такая вот футболочка, которую я купила в Бешке за 300 рублей, я не знаю, она меня тоже чем-то привлекла, думаю, особенно летом я ее точно буду носить, шортами, самое то, и мне очень нравится ее ткань, вот такая вот в полосочку, что ли, и здесь еще три буковки Б и горчичный цвет. В этом сезоне я просто влюбилась в горчичный цвет, и он у меня присутствует, наверное, в каждой второй или третьей вещи в моем гардеробе точно. И я ее очень полюбила, и думаю, с ней можно сделать много крутых образов. Следующая опять горчичная водолазка, которую я купила в Акуле, я не помню, я ее показывала или нет, по-моему, за 600 или 800 рублей, и она очень крутая, она тоже вот в такую вот полосочку, можно сказать. Она очень теплая, особенно я ее очень люблю носить в школу, или с теми голубыми джинсами просто куда-то с друзьями погулять. Она очень круто выглядит, такая горчичная. Вот, и следующая кофта, которую я купила в Манке, снова горчичная, у нее очень красивый ворот, он мне безумно понравился, только из-за ее ворота я ее и взяла. Тоже мы гуляли с подружкой, и она мне точно сказала, бери, она тебе точно нужна, и я такая, да, крутая, она точно ее будет носить, 100%, или я ее одеваю в школу, и у нее очень красивые еще рукава вот такие вот, они идут чуть ниже локтя, то есть три четверти. Он мне очень понравился, и если еще присмотреться, то она в такой ромбик можно заметить, так что вот, и тоже горчичного цвета. Я вам забыла показать еще юпу, которую тоже буду носить, она такая красивая, она мне так нравится, она какого-то голубо-серого цвета, на камере он прям серый-серый, но в жизни она с таким чуть-чуть голубым отливом, я ее покупала в каком-то вообще детском магазине, и стоила там тоже порядка двух-трех тысяч рублей. Покупала ее еще, по-моему, в октябре или в сентябре, мы с мамой ее выбрали, купили. Она тоже очень красивая, думаю, весной намного всяких мероприятий ее можно будет одеть. И теперь последние две вещи, которые я тоже показывала, но решила продублировать еще раз в этом видео. Это вот такая вот рубашка с лицами, много про нее говорить не буду, концепт-клабе я ее купила за 800 или 700 рублей, и она в размере L, поэтому она такая большая, и мне даже очень сильно нравится. Так что вот там еще, по-моему, такие висят, и с ней тоже можно сделать очень много крутых образов, и особенно круто смотрится в школу, потому что не чисто белая рубашка, а что-то необычное. И следующее идет, это свитер, очень крутой и красивый, фиолетового цвета. Здесь написано «Лемур» ярко-оранжевыми буквами. Я его тоже ношу частенько в школу, потому что он очень мягенький. Тоже в H&M я его брала за 300 или 350 рублей, и если вдруг мне надоест эти буквы или фотографии в Инстаграме я уже сделала, я могу его перевернуть, а здесь вот так, и уже совсем другая вещь, фишечка. Так что вот. Ну а на этом, пожалуй, все. Я искренне надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы поддержите меня пальчиком вверх. Просто вы видели, что сейчас творится в моей комнате. Сейчас все это буду развешивать. Скоро буду снимать также для вас видео на весну. Так что вот. И не забудь подписаться на мой Инстаграм, ведь там конкурс, а каждый хочет выиграть что-то в конкурсе. Так что все условия будут в моем Инстаграме уже 1 марта. С 1 по 8 будет проходить конкурс, и победителей я определю тоже 8 марта. Это будет как подарок девочке к 8 марта. Так что вот. Подписывайся на канал. Я тебя очень сильно люблю. И пока-пока.